Еще одна топ-тема, Николай Григорьевич, это, конечно же, призыв в Российской Федерации, который начался 1 апреля на День Дурака. Значит, 147 тысяч мужчин собираются забрать в армию, и несмотря на заявления властей, понимаем, что срочники как минимум могут быть отправлены на програничные территории, где, кстати, о новых погибших сообщается чуть ли не каждую неделю. И вот отмечают аналитики, что это один из самых крупных будет призывов в Российской Федерации вообще за последнее время. 147 тысяч мужчин. О чем может свидетельствовать, Николай Григорьевич? Мы говорим об очень большом дефиците, то, что именно на восточном направлении мы за день, как говорили неоднократно, просто уничтожаем физически от 650 до 1100 человек. Это отборная армия, это и наемники, как мы говорим, вагнерусы, это, конечно, спецназы, десантники, воздушно-десантные, десантно-штурмовые войска, морская пехота. То есть, условно, элита России, но она выполняет агрессивную роль и уничтожается здесь на поле боя. Поэтому подрыв очень мощный, и если мы говорим уже примерно подтягиваются тяжелые потери России, условно говоря, но уже 150 и больше тысяч мы уже имеем, и дальше пойдет по нарастающей, вот, а еще такое же количество, возможно, раненых, это большая потеря армии России. Попомнить ее невозможно. Пытались за счет, именно, объявленной мобилизации скрытых ориентационных мероприятий, это, например, добровольцы. Помню, возле Угельдара появились казаки, которые отказались воевать, потому что поняли, что будут уничтожены тут же на поле боя. Не когда-то там, через полгода, где-то они будут гулять лихо, а конкретно вот сегодня, потому что перед ними уничтожили подразделения борской пехоты, намного эффективнее, чем казаки. Точно так же сейчас идет идея за прилечь к мобилизации 400 тысяч человек по всей губернии, дали задачи губернаторам, ну и, конечно, мобилизация, которая каким-то способом компенсирует потери на фронте и возможно, так сказать, провести ротацию определенных частей, которые находятся в других регионах, на границе, и их направить на фронт, а этими заменить, конечно, их на границе, при границе или на определенных центрах, где они размещают военные континенты. Ну, например, там на Дральном Востоке, Сибири, например, на границе с Финляндией, которая уже вступает в НАТО, уже конкретно. В данной ситуации тут уже нужно размещать еще континенты, большие континенты, в Калининградской области это все больше и больше военных, ресурсов военных, боеприпасов. Ну, конечно, это большие-большие вытраты, поэтому штатная мобилизация, то есть очередная, они сейчас попытались по всем местам собрать все, что можно. Раньше это было 115 тысяч, 120 тысяч, теперь уже где-то уже от 145-150 они пытаются собрать, хотя это еще проблема. Вот, поэтому ротация будет, будут пытаться в перспективе их потянуть и на фронт, я прямо скажу, потому что они поменяли возраст призыва с 21 до 31 года, и тут уже предполагают то, что уже будут принимать решения и возможность их направления на фронт. Раньше было, как бы, 18 лет молодые, еще рано, еще дети, а 21 и старше, это уже была мотивация, что снять эти ограничения, чтобы не использовать мобилизованных на фронте непосредственно. То есть это указано на то, что большие потери, провалы, отсутствие эффективной подготовки и пополнения резервов высокого класса, конечно, понуждают новой мобилизации. Это в любом случае не будет подготовки эффективной, это будут потери на поле боя или в процессе наступательных операций, но тем более, если мы начнем очень мощные операции по освобождению территории нашей страны. Там колоссальные уже будут потери, как на востоке, так и на юге. Сейчас еще немножко про пополнение рядов оккупантов, после этого перейдем как раз к перспективам контрнаступления. Вот по поводу пополнения, значит, войска врагов. В Черяпинской области, значит, предложили депутаты, обратились к Государственной Думе Российской Федерации и предложили, значит, прекращать уголовное преследование в случае согласия обвиняемого поступить на службу в армию и отправиться на фронт. То есть украл, выпил в тюрьму, заиграл новыми красками. Вот мы видим, что перестали набирать заключенных, перестали разрешать это делать тому же Пригожину, но пополнять эти ряды нужно. Вот такие инициативы, что мол, давайте вот просто прекращать уголовное преследование. Говорит о том, что нет желающих, даже среди там типа заключенных и тех, кого принято называть уголовниками. Почему такие инициативы поступают? Вы знаете, сейчас очень много появилось, так сказать, инициатив со стороны разных и спецслужб, и военных, и местных органов власти, и патриотистских движений. Это одно из, так сказать, проявленных программ, одна из инициатив, это, конечно, ставить на преграду, на грань. Вот, или ты садишься в тюрьму, или идешь воевать. То есть дается альтернатива. Таким способом понуждая к той, так сказать, мобилизации, заключения контракта и освобождения от ответственности. Хотя это противоречит Конституции и законам Российской Федерации. Вот, поэтому, но других вариантов нет. Поэтому сегодня, ну, вы представляете, чтобы при Минобороны Шойгу готовы какие-то частные приватные компании военные. Ну, абсурд, просто абсурд. Тогда Газпром готовит свои военно-частные компании, точно так же, причем газ до военных, до агрессии в Украине. РПЦ, Русская Православная Церковь, готовит свои, также охранные компании, тоже контингенты, которые будут направляться в перспективе в Украину. Вот, точно так же сейчас создали под ФСБ три центра комплектования частных компаний. Четко еще раз подчеркиваю, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти компании запрещены. Четко предусмотрена криминальная индивидуальность за создание незаконных военных формирований. Вот они и создаются. Но, на тесное слово, по указанию разрешения, конечно, Путина и спецслужб России. Когда-то не могут их и направлять на убойках, пригожено, они могут отвечать в криминальном порядке. Но сейчас они нужны, поэтому способы вербовки все годятся. Вплоть до любых колоний, любых, так сказать, заключенных, любых категорий и любых статей. Ну, а в целом, если финализировать этот этап нашего разговора, такое количество карманных армий на территории одной страны не является ли пороховой бочкой для самого Кремля, который, получается, на этой бочке сидит? В первую очередь, дезоргендует вообще всю систему обороны и безопасности России. Они являются эффективными для агрессии в Украине. И, конечно, угрожают просто уже политическому строю самого Путина. Потому что частные армии, объединенные с политиками или теми инициативниками, которым попытаются взять власть, это, конечно, угроза, первую очередь, Путину, его режиму. Потому что, создав эффективное, например, подразделение, подкрепили еще другими союзниками, они могут быть резко против власти, и никто им не будет мешать. Мы помним, в многих странах приходили полковники, генералы, капитаны и захватывали власть. Даже при большой армии и сильных спецслужб, которые контролируют все регионы. Но тут может быть такой вариант, который никто не ожидал. И режим Путина к этому не готов. Поэтому в данный момент, чем больше структур, тем больше выходят туристы, я прямо скажу, активных деятельностей, например, военных, политических, типа, пригоженных, которые будут претендовать на реальную власть, особенно при прогрессе Путина на фронте и ослаблении режима. Вот придет их часто, да. Давайте обсудим еще темы, которые сегодня от нас просили, в том числе и наши зрители, обговорить. Значит, глава Совета национальной безопасности Украины Данилов объявил о наличии вооруженной силы Украины дронов дальностью полета 3000 километров. Рой дронов имени Матиаса Руста, значит, так назвал Данилов эту технику, способен этот рой, значит, поражать цели в Москве и в глубине России. Но мы видели, что на самом деле наши дроны, ну, давайте так, просто дроны долетали уже до Москвы, не один раз поднимали даже истребители над Питером в воздух для того, чтобы противодействовать такой угрозе. Однако, если сейчас заявляется об увеличении количества вот такой техники у нас, действительно, ну, если 3000 километров, это вообще огромное расстояние, действительно, до глубокого тыла России может добить. То есть, выбрали такая тактика атак именно с воздуха вот этими дронами. Как вы ее оцениваете? Насколько она эффективная? Какие проблемы она может создать оккупантам, но уже на территории их государства? Ну, мы говорим, что сейчас дроны – это новый технологический цикл именно и в армии, и в войне. И он может решать очень много задач, которые они решают. Это авиация, которая сейчас нас ограничена, и просим F-15, F-16. Это, например, создание очень мощных ударных подразделений. Стратегические дроны, которые бьют на 3000 километров, 1000 километров, 800 километров. У нас же такие есть. Это уже новая армия. Это более эффективное средство, чем бывают самолеты, потому что они сколетящие и очень сложно фиксировать. Конечно, они имеют очень хорошие заряды. Тут есть и как управляемые, которые возвращаются обратно, и дроны-камиказы, которые могут нанести удар по строительскому объекту своим, так сказать, всеми средствами, включая и, собственно, сам дрон. Поэтому в данной ситуации создание реальной армии дронов, несколько тысяч, это угроза не только конкретным стратегическим объектам России, это угроза всем, центром принятия решений, включая Москву и Санкт-Петербург. Вот это тема такая. Я бы намного шире смотрел на эту перспективу, чем говорит Данила. Он только говорит части. Я говорю о той части, которая имеет дальнюю перспективу, дальние бойные возможности. А мы имеем разные темы, включая дроны-баллистинские ракеты. То есть те, которые могут нанести удары, как, например, те же «Эскандеры», но более четкие, более управляемые, более конкретные цели, которые могут меняться, исходя из изменяющих задач по ходу. И, конечно, это дроны-атаркетского уровня, которые у нас ударят при фронтовой зоне, при фронтовой зоне, проводят разведку глубинную, тактическую и фронтовую. То есть это фактически смена полностью возможностей уже армии, не привлекая непосредственно на поле боя военных и не поддавая их, конечно, очень большим рискам, тем более большим-большим потерям. Но не все так, конечно, радужно, как мы говорим. Это только разработки, перспективы. Это то, что создается сейчас с колес и то, что получаем мы от наших партнеров за рубежа. Но я прямо скажу, и наш ВПК, и наши разработчики, вот я конкретно знаю многие виды разработок, это их более 50, которые сейчас работают на внедрение. Это, конечно, очень мощная перспектива. Для этого нужно время. Но я думаю, даже проводя операции по освобождению, создавая новые ударные пока тактические группы дронов, перспективы, это будет отдельный вид уже или род вооруженных сил, которые будут выполнять и тактические, и стратегические задачи. Это изменит и ход войны, ход проведения операций, и, конечно, кто будет иметь более эффективные дроны в разном направлении, и другую технику, подчеркиваю, вооружение, вот такого же класса и выше, это будет доминировать практически в мире. Вот, и особенно в плане противодействия агрессору большого плана. Авторитарные режимы не могут без кармы, как мы говорим, наступать на наши территории, тем более бить по миру населения. Мы будем, с одной стороны, сами сбивать их уже не в воздухе, как мы говорим, 70-80% или 90%, а на местах дислокации. Это аэродромы, это любые типы бомбардировщиков, это, конечно, ракетные установки и центры принятия решений, склады, штабы, конечно, резервные группирования. Это вот как раз конкретная цель для дроновой команды.